Здравствуйте! Если проблема у вашей мамы, то в соответствии с профессиональной этикой психолога, вашей маме нужно обратиться самостоятельно за помощью, и мы ей уже поможем. Именно вашей маме, не вам. То есть нельзя помогать людям через третьих лиц. Но в данном случае вы третье лицо, к сожалению. Вот, поэтому вам нельзя помогать, нельзя ничего говорить, вам нельзя что-либо рекомендовать, потому что, как я уже сказал, да, это, ну, вы, вы другой человек, вы не мама, что-то сказать. Вот. А работать нужно именно с мамой. Вот. Понятно, да, о чем идет речь здесь. Вот. А что вы делаете? Значит, а что вы делаете? Вот конкретно вы. Значит, конкретно вы, конкретно вы делаете то, что свою маму пытаетесь спасти. То есть вы свою маму активно поддерживаете, вы своей маме активно помогаете, вы, значит, ну, говорите ей, как это все, наверное, плохо, то, что делает ваша тетя и так далее. Вот. Значит, что по факту, вот именно по факту, да, по факту, что происходит? По факту происходит такая история, что поддерживая, поддерживая свою маму, да, поддерживая ее, а вы ничего хорошего ей не несете, ничего хорошего ей не даете, вот. Ну, именно маме, именно маме своей. Потому что маме, чтобы сбросить ее со своих плеч, да, нужно понять, что это ее проблема. Это проблема мамы, именно мамы, это проблема мамы, не ваша и не тетя. Это проблема мамы. Вот. Что тетя действует так, как действует, только потому, что ей позволяют. Вот. Она бы не действовала, она бы не действовала, так, если бы ей не позволяли. Вот. И, скорее всего, она, на самом деле, имеет план Б, вот, на случай, если ей перестанут помогать. Вот. Я более чем уверен, ну, такие люди, как правило, имеют подобные планы. Вот. Поэтому вашей маме нужно столкнуться с негативными обстоятельствами того, что она делает, с негативными обстоятельствами ее поступков, ее поведения, с негативными последствиями ее выбора. Вот. И только тогда, только в этом случае можно будет говорить о том, что она, значит, сможет сбросить тетю с своих плеч. Вот. То есть, значит, это разбор лично с вашим мам. Ну, еще раз, пока, пока, ваша мама получает поддержку от вас, пока она, ну, видит, что вы ей помогаете, пока она видит, что вы ее поддерживаете, скорее всего, ничего не будет, потому что, вы оба, вы обе с ней находитесь в треугольнике Карпмана, вы обе с ней находитесь в треугольнике Карпмана, вот, где вы, именно вы, спаситель, ваша мама жертва, а тетя тиран, преследователь, плохой человек, из-за которого, ну, это я так, образно говорю, да, из-за которого все не счастливы. Вот, хотя, понятно, что, на самом деле, это не так. Вот, в принципе, то, что, я, хотел вам сказать. Это, то есть, треугольник Карпмана вы можете посмотреть, в интернете, треугольник Карпмана вы можете изучить, в интернете, вот, вы можете посмотреть, как это все происходит, как это работает, вот, и я надеюсь, что, это, ну, позволит вам увидеть, а, позволит вам увидеть то, что происходит. Если вы действительно хотите помочь ом своей маме. Вот, если вы действительно хотите помочь своей маме. Если вы не себе хотите помочь, а именно маме, своей, то вы сделаете это для нее, вы перестанете ее поддержку, чтобы ей стало плохо, чтобы она сказала, сказала сначала себе, а потом вам, почему же я не могу ей отказать, ну, сколько же это будет продолжаться, и вот тут вы скажете, мам, а зачем ты это делаешь, для чего ты это делаешь, почему ты это делаешь, она скажет, ну, так, она родственник, родственник там, и так далее, ну, как некоторые люди говорят, и вы ей скажете, ну, так, раз родственник, значит, что ж, хорошо, выбирай, или ты, или ты родственнику, вот, помогаешь, вот, да, или, и страдаешь, что тебе ближе, что тебе дороже, вот, понимаете, то есть сейчас, сейчас она, вероятно, так или иначе, повторяет позицию тети, как-нибудь, анаксану, то есть тетя вампир, вампир, по отношению к маме, да, а мама, вампир, по отношению к вам, то есть это все, вот, перекладывание ответственности, вот, то есть, Как вот смотрите какая цепочка идёт. Тётя перекладывает ответственность себя на вашу маму, мама перекладывает ответственность себя на вас, а вы перекладываете ответственность себя на нас уже. И тут мы эту игру прерываем и говорим, минуточку, у каждого своя ответственность и вашу маму ответственность сама за себя, вы сами за себя. Прервите эту порочную спираль и увидите как ситуация сразу нормализуется. Прервёте вы, мама увидит как прервать её и либо прервёт, либо обратится за помощью к нам, к психологам, допустим. Вот и всё. Вот так то, что я могу вам сказать. Это то, что я могу вам ответить на ваш вопрос, на ваш текст. По-другому никак. Ваше маме по-другому не помочь. Понимаете? Именно вот мы как психологи, да, мы как психологи, мы вам здесь не поможем. Только так. Мы можем помочь, если проблема у вас. То есть если у вас проблема в том, значит, что мама не может сбросить тётю со твоих плеч. То есть если у вас сложность, если на вас это как-то влияет негативно, то мы поможем вам с вашей проблемой. И всё. И всё. Маме мы поможем только в том случае, если она сама обратится к нам за помощью. Надеюсь, что вы меня поняли правильно. Вот. Я не осуждаю вас, не обвиняю вас, не обвиняю вашей маме. Поэтому просто я знаю, как работает треугольник Карпмана. И в данном случае рекомендую вам тоже это изучить, хотя бы чисто вот так. Ну поверхность. Чтобы посмотреть, с чем вы, с чем вы, с чем вы имеете дело. Вот. Понимаете, о чём я прежде надеюсь. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.